Послание апостола Якова, глава 4 стихи 6-7 Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Согласно данной констатации, Бог большую, или, как это слово произносится в оригинале, превосходнейшую благодать, дает только тем человекам, которые покоряются Ему, и только затем получает юридическое право на власть противостоять дьяволу. Таким образом, смирение в данном случае обуславливается покорностью Богу, которая имеет своим результатом противостояние дьяволу. В то время как гордость обуславливается сопротивлением Богу и покорностью дьяволу. Исходя из этого, Бог гордым противится, а смиренным являет свою благосклонность или свою превосходнейшую благодать, которая выражает себя в жизни с избытком. Мы должны не забывать, что каждый аспект нашей жизни, находящийся под проклятием, был искуплен для нас Богом 20 веков тому назад. Однако, чтобы имеющееся искупление обрело для нас юридическую силу, с нашей стороны необходимо в каждом отдельном аспекте, в котором мы наблюдаем присутствие проклятия, сделать две вышеуказанные вещи, и при этом в той же последовательности, в которой они указаны. Вначале покориться Богу, а затем противостать дьяволу, потому что невозможно противостоять дьяволу предмете определенного проклятия, если мы в данной области все еще не покорились Богу. Например, если мы проявляем скупость и непокорность Богу в области приношения десятин и не являем ему верности в малом, мы не покоряемся Богу и становимся ворами. А когда мы не покоряемся Богу в сфере финансов и в то же самое время пытаемся противостоять дьяволу в их нехватке и в их разумном использовании, то у нас ничего не получается. Если же мы будем относиться к нашим финансам в соответствии с предписанием Священного Писания, то область финансов будет высвобождена из-под проклятия. Дело в том, что до тех пор, пока мы находимся в зависимости от денег, то независимо от того, сколько мы их имеем, мы будем находиться под проклятием в области финансов. Проклятие – это не только нехватка денег. Проклятие – это просто зависимость не от Бога, а от чего-то другого, в данном случае от денег. Как только мы через добровольную и радостную отдачу десятин Богу высвобождаемся от зависимости денег, то уже независимо от того, сколько мы их имеем, мы высвобождаемся от проклятия в области финансов. Иногда люди думают, что если они имеют много денег, значит, они не под проклятием. Нет, вы под проклятием, если вы не чтите Бога в соответствии Его Слова десятинами и приношениями. Вы под проклятием. В связи с этим я позволю напомнить себе одну неоспоримую закономерность. То, от чего мы зависим, притягивает нас к себе, порабощает нас, господствует над нами. Равно и то, что зависит от нас, порабощается нами и притягивается нами. Это необратимый и неизменный духовный принцип. Деньги – это эквивалент материального богатства, которые, тем не менее, могут служить высоким духовным целям и трансформироваться в богатства нетленные или же невершающие. Поэтому в той степени, в которой мы будем высвобождаться от зависимости денег и обретать над ними власть, равносильно в той же степени деньги начнут притягиваться к нам, как железо притягивается магнитом, попадая в область его притяжения. Вы даже не будете замечать, каким образом деньги к вам притягиваются. Вы не обращайте на них внимания, но там, где появляются магниты железа, магнит обязательно притягивается железом. И отсчет высвобождения от рабства маммони начинается с радостного отдавания Богу наших десятин. Писание определяет как размер приношений, так и место для этих приношений. И размер этот как для богатых, так и для бедных один. Десятая часть от всякого денежного дохода. «Поступая таким образом, мы признаем и чествуем Бога, как царя царей и Господа господствующих. Местом же приношения для каждого из нас является та церковь, в которой мы получаем духовную пищу в предмете благовествуемого слова о Царстве Божием. И когда люди по своей прихоти, по своему желанию начинают отдавать свои деньги в какие-то миссионерские движения, неважно, в миссионерские движения должен отдавать пастор, а не вы. Все, что вы хотите сделать, вы должны отдать в ту церковь, в которой вы находитесь. Я знаю массу людей, которые делят свою десятину туда-туда, потому что им нравится одно движение, другое движение. Мы должны посылать туда наши деньги, наши десятины, где мы имеем пищу от Бога. Если вы не имеете пищи, достаточной вашей церкви, то тогда вполне разумно посылать их в ту церковь, откуда вы питаетесь. А со временем, конечно, лучше и переселиться в ту церковь, в тот Дом Божий, где вы питаетесь. Мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями, высвобождая тем самым Его благоволение. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «Мой дом» и «Я служить хотим». И будем помнить, что всякий раз, когда мы чтим Господа десятинами и приношениями и поклоняемся таким образом Богу, мы выражаем нашу любовь к Богу, признаем над собой Его власть. И берем топор и подрубаем корень всех зол сребролюбия, потому что, напомню, корень всякого зла – это зависимость от денег, а корень всякого добра – это власть над деньгами. Итак, «Мой дом» и «Я служить хотим». Запомним, что всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы действительно отдаем Богу в жертву самих себя и всю нашу семью, потому что мы являемся святыней Господней, и отдавая десятину, мы подтверждаем, что мы святыня Господня. А коль мы святыня, то и наша семья святыня, потому что спасешься ты и весь дом твой. А посему, всякий раз, когда народ Божий, то есть Израиль, чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности пред Богом, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно твоего слова, я молю тебя прямо сейчас, да откроются твои небесные окна, и да придет благословение твое до избытка, на твой искупленный народ, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.